Пикапы в России набирают с каждым годом все большую и большую популярность. Они отлично подходят для любителей рыбалок, охоты и туристов, предпочитающих попутешествовать по горной местности. В наш сегодняшний ТОП-10 попали лучшие пикапы для России, которые могут похвастаться отличной проходимостью и надежностью, что очень важно в суровых условиях эксплуатации. Форд F-150 открывает рейтинг пикапов, которые идеальны для российского бездорожья. Считается одной из самых успешных моделей Форд. Первое поколение данного пикапа увидело свет в далеком 1948 году. С того момента было выпущено всего 13 поколений автомобиля. Надежность, мощность, комфорт и вездеходность – вот основные преимущества данной модели. Пикап 2017 года выпуска можно взять за 4,5 миллиона рублей. И поэтому лишь 10 место. 300-й Nissan занимает девятую строчку среди пикапов, подходящих для России. Вездеходные авто имеют симпатичный внешний вид, обеспечены достаточно мощным мотором и полным приводом. Расход топлива нельзя назвать экономным, но этот недостаток перекрывается другими преимуществами этого вездехода, которые охотно покупают российские автолюбители. С этим пикапом любой бездорожье не страшно. Стоимость достаточно свежей модели составляет около 1 миллиона рублей. На восьмом месте всеми любимая Toyota Tundra, которая является одним из лучших в своей категории. Tundra прекрасно подходит для бездорожья в России. Машина на российском рынке была представлена в 1999 году и сразу же завоевала любовь автовладельцев. Эта громадина может похвастаться привлекательным внешним видом, высокой проходимостью, а также комфортабельностью. Салон пикапа очень просторный и вместительный, в нем свободно могут поместиться до 6 пассажиров. Сильной стороной этой махины также выступает очень мощный мотор. Купить Tundra в комплектации без всяких ништяков можно примерно за 5 миллионов рублей. Ну что, уже готов оформить ипотеку на эту махину или уже накопил? Пиши свое мнение в комментариях, мне же интересно. А вот на седьмом месте расположился не всем известный Renault Lascan, который по праву входит в десятку лучших пикапов. Француз был представлен на автомобильном рынке в 2016 году, придя на смену ниссановской модели Navara. От своего предшественника своим внешним видом он практически не отличается. Данный пикап может похвастаться высокой грузоподъемностью, которая может составлять до 1 тонны. Клиренс этого вездехода составляет целых 3150 мм. А двигателем у Lascan выступает родная турбированная дизельная четверка, объем которой равен 2298 кубических сантиметров. Стоимость этого красавца на сегодняшний день составляет в базовой комплектации порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей. На шестом месте расположился Volkswagen Amarok, который относится к среднеразмерным пикапам и вполне пригоден для России. Amarok выпускается в трехкомплектациях. Он может быть оснащен двух- или четырехдверной кабиной, а также полным или только задним приводом. Новое поколение Volga перетерпело модернизацию. Модель поменяла несколько внешний вид, а также производители дополнили гамму моторов дизелем с объемом 3 литра. Независимо от модификации, двух- или четырехдверная, пикап имеет ту же колесную базу и длину. Таким образом покупатель сам выбирает, какая грузовая платформа ему более подходит. Данную модель сложно отнести к бюджетной категории пикапов, так как стоимость ее оставляет порядка 4 миллионов рублей. Что совсем не скажешь про надежную Toyota Hilux, которая относится к лучшим пикапам для России и у нас она на пятом месте. Данная модель обеспечена рамой с высокими показателями сопротивляемости изгиба и кручения, опорой для которого выступает независимая двухрычажная пружина, а также задний неразрезной мост на рессорах. Комплектуется в трех вариациях подвески – стандарт, комфорт и хэви-дьюти. Последняя предназначена для настоящего бездорожья и выделяется повышенной вездеходностью. Установленный в авто турбодизель нового поколения обеспечивает сравнительно экономичный расход топлива. Хотя с чем сравнивать? Купить Hilux базовой комплектации на сегодняшний день возможно за 2 с лишним миллиона рублей. Что для такой большой Toyota очень и очень приемлемо. Четвертую строчку занимает Сан Йонг Экшн Спорт или Актион. До сих пор ходят слухи о том, как же его называть. Этот красавец – один из лучших пикапов корейского производства и прекрасно подходящий для российских дорог. Экшн имеет дизельную бензиновую версию. Модель выпускается в трех вариациях коробок передач. Это механика 5- и 6-ступенчатая, а также с 6-диапазонной автомат типа E-Tronic. Пикап относится к категории полноприводных. При желании полный привод можно отключить и машина становится заднеприводной. Подвеска машины гарантирует отличную управляемость на дороге, а рулевое управление обеспечивается шестерней, рейкой и гидроусилителем. Данный пикап относится к более чем доступным моделям этой категории. Базовой комплектации его цена начинается от 950 тысяч рублей. Ford Ranger открывает лидирующую тройку пикапов. Производится компактный вездеход в Таиланде. По внешнему виду очень скошен с недорожниками. Поставляется в четырех разных комплектациях и построен на той же платформе, что и Mazda BT50. На российский рынок модель поставлялась в трех вариантах исполнения кузова. А именно с одинарной, полуторной и двойной кабиной. Авто отличается не только отличной проходимостью, но и привлекательным внешним видом. Внутри салона достаточно комфортно. Позаботились производители о комфорте задних мест для пассажиров, сделав их более просторными. В настоящее время пикап не выпускается. Его производство завершилось в конце 2011 года. Поддержанные более свежие авто этой модели вполне реально купить за 1 миллион рублей. На втором месте Mitsubishi L200, который представляет собой спортивный утилитарный грузовик с привлекательным дизайном. Данный пикап совместил в себе высокую проходимость и комфорт. Он отлично подходит для любителей активного времяпровождения. С таким пикапом не страшно отправиться на отдых в горы, так как любые, даже самые скверные дороги ему нипочем. Кроме этого, водители и его пассажиры будут чувствовать себя при поездке более чем комфортно. Ведь производители предусмотрели для этого все, что нужно. Этот внедорожник может также похвастаться повышенной шумоизоляцией. А стоимость данного пикапа в базовой комплектации составляет порядка полутора миллионов рублей. Ну и возглавляет десятку лидеров УАЗ Пикап. Он относится к полноприводным автомобилям и предназначен для любителей рыбалки и охоты. Прекрасный этот вездеход подойдет и для фермеров, выбирая кому угодно. Машина выполнена на базе УАЗ Патриот и имеет удлиненную колесную базу. В продаже имеются две комплектации данного пикапа. Это классик и комфорт. УАЗ Пикап оснащен 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также 2-ступенчатой раздаточной коробкой с понижающей передачей. Данный автомобиль выделяется среди конкурентов самой лучшей проходимостью по русскому бездорожью. Этот факт признают и сами автолюбители. В базовой комплектации стоимость УАЗа составляет примерно 900 тысяч рублей. Ну и собственно все. Я жду, когда вы начнете закидывать мне камнями за то, что я поставил отечественный автомобиль на первое место. Жду мнения в комментариях, а также подписывайся на канал, если тебе понравилось. С тобой был канал ПРОАВТО. До скорых встреч.